Друзья, всем привет! Сегодня у нас на обзоре вот такое дополнительное оборудование. Это у нас подголовник для автомобиля, для пассажиров, которые едут на задних рядах. Выглядит вот так. Глянцевый экран черный, одна кнопочка включения, очень минималистично. Здесь стоит такая алюминиевая вставочка, рамочка, очень красиво смотрится с черным глянцем. Прекрасное сочетание, можно сказать, что похоже чем-то на дизайн Мерседеса. Вот такой он у нас тоненький идет, очень красивый и аккуратный, то есть в машине будет смотреться очень гармонично. Сзади у нас идут вот такие отверстия, здесь есть вывод звука наружу, то есть через устройство будут проигрываться звуки. Снизу у нас есть вот такая подсветочка. Здесь у нас выходы HDMI, есть возможность установить сюда сим-карту, что немаловажно. И само фиксирующее устройство, которое на самом планшете установится, очень плотно гнется, очень жестко стоит в этом месте. Это у нас элемент питания, косая подключается вот в такие пины. Вот так оно у нас выглядит, сейчас запустим, посмотрим, что оно у нас может, как работает. Включили питание на устройстве, снизу можем наблюдать, у нас включилась красная кнопочка, она у нас сенсорная, не механическая, и у нас запускается система. По стартовому экрану видно, какой он насыщенный, то есть я сейчас смотрю, через камеру не передается, но очень хорошая картиночка, даже на этом старте черный цвет очень глубокий, никаких засветов, ничего нет. Далее у нас идет такое приветствие загрузочное, которое напоминает нам, что не нужно забывать пристегиваться и не пренебрегать правилами безопасности. Первый раз запускаем устройство, сейчас у нас стоит английский язык, сейчас подгрузится, переведем и будем с вами дальше им пользоваться. Перевели все на русский, такой лаунчер у нас здесь встречает, цвета опять же, повторюсь, все красивые и насыщенные, это обычный андроид, у нас здесь на главном экране есть шторка для быстродействия, переключения Wi-Fi и Bluetooth, не беспокоить, автоповорот, запись экрана, обмен с окружением, но также здесь можно настроить все под себя, как вам нравится. Ну и также регулировка подсветки, поставим на самую яркую и здесь у нас уведомление. Далее на главном экране есть виджет воспроизведения видео, виджет времени, даты, дня недели, здесь у нас плеер идет, также виджет для музыки, который будет скачан на устройство или же будет играть с носителей и внизу кнопки быстрого доступа к каким-то приложениям. Перейдем немного в другое разрешение, чтобы видеть качество картинки и запустим видео, которое здесь установлено для демонстрации качества. Камера, конечно, этого не передаст, но постараемся хотя бы увидеть, что здесь у нас есть. А есть у нас очень качественная и насыщенная картинка, по-другому я не опишу, разрешение очень классное, все точки буквально до мелочей, хорошее разрешение у видео, очень круто, глубина детализации очень огромная, видно все просто шикарно. Вот вы посмотрите, я настолько близко приближу, это такое разрешение у нас точек, настолько все круто-круто-круто сделано вообще. Глазам приятно наблюдать за такой картинкой, то есть если у вас дети будут смотреть или пассажиры, уставать глаза точно не будут. Цвета очень яркие, насыщенные, возможно я уже это говорил, но повторю снова, очень классно. Сенсор взаимодействует очень легко, вот так у нас выглядит, также можно убавить яркость или прибавить. Вышли обратно в меню, пробежимся по приложениям, которые у нас здесь установлены. Это у нас музыка, опять же это виджет, который взаимодействует здесь, он будет играть музыку с устройства, а также с других носителей. Видеоплеер, в котором мы сейчас с вами были, он будет отображать здесь список фильмов, видео и клипов, которые у вас установлены, или опять же будут находиться на носителе и воспроизводить их. Следующее за видео идет кнопка приложения, это все установленные приложения, которые здесь есть сейчас, и также расширить. Это наличие приложения можно при помощи просто Play Маркета. Заходите под свой аккаунт и скачивайте приложение, которое вам интересно. Следующее за приложением идет файлообменник, File Manager. То есть он отображает все файлы, которые установлены у вас в устройство или же установлены на флешкартах или жестких дисках. Далее у нас идет браузер для серфинга по интернету. Здесь у нас установлен Google Chrome. Следующее у нас идет браузер для серфинга по интернету. Здесь у нас установлен Google Chrome. Вот так выглядит. Экран большой, поэтому такие вкладки, как на компьютере. Также можно сыграть динозаврика, пока у нас нет интернета. Немного с вами отвлеклись от темы, набрали 275 очков. В принципе, вот так браузер работает, так выглядит стандартный Chrome, который установлен на всех Android системах. И следующее за браузером это у нас идут. И также настройки этого устройства. Информация о системе. У нас здесь 2 гигабайта оперативной памяти, 32 внутренней. Версия Android 11. Вот так все выглядит, очень красиво. Настройки Android у нас есть. Громкость, можно здесь также регулировать яркость экрана. Также у нас здесь есть настройка лаунчеров. Их не так много, но они у нас имеются. Установим такой. И настройки подсветки. Что за подсветка у нас? Это той, о которой я говорил. Вот она у нас здесь есть. Давайте поменяем цвета. Вот так все переключается. Можно поставить автоматический режим. И он просто будет их постоянно переключать. Вот такие настройки. Ну что, такое устройство с вами рассмотрели. Очень хорошее, качественное, такое минималистичное. Хорошо бегает. 2 гигабайта оперативной, 32 внутренней говорят о себе. То есть для таких планшетов такого рода это очень хорошие показатели. Устройство полностью автономное. То есть два пассажира едут. Например, это дети разнополые. Они не смотрят одно и то же. Они могут себе включить что-то, подключить наушники как онлайн, так и оффлайн. Просматривать, лазить в интернете, играть в игры, какие-то приложения осмотреть и все остальное.